При Каддафе она, конечно, мало что из себя представляла, потому что в основном была выселена за рубежи ливийской джимахерии и находилась в основном в Европе и какими-то маленькими кусками в Египте. А так она не имела возможности функционировать, потому что она была и создана за границей уже после того, как Каддафе пришел в власти, после того, как он начал проводить свою экономическую и социальную политику. И поэтому все эти партии, хотя их очень немного, это не партии, а группа просто людей, которые как-то сформировались организационно в первой половине 80-х годов. Единственное, есть такая всеобщая организация ливийских студентов, она была создана в 1976 году, это самое раннее, но, видимо, она была создана из студентов, которые были посланы за границу, но решили не возвращаться после того, как начался этот эксперимент с созданием ливийской джимахерии, с этими конгрессами, комитетами и так далее. А другие, есть еще одна организация, она называется Национально-демократическое объединение, вот она тоже была в такой виде, она была создана в 1983 году, но на базе двух, Национального объединения и Демократического фронта. Вот две эти группы образовались и получили единое название, как бы. И потом есть еще Национальный фронт спасения и еще существует организация, которая называется Конституционный союз. Есть еще одна, называется она Исламская воюющая группа Ливия. Вот если говорить об этой группе, об исламской, то вот о ней меньше всего можно сказать, потому что группа, понятно, она частично функционировала в свое время и в Ливии, но потом в связи с репрессиями, которые к ней применялись, ее лидеры были посажены в тюрьму. И о ней мало чего известно об этой группе, хотя вот сейчас последние события показывают, что какая-то часть братьев-мусульман там может присутствовать, потому что в первые дни вот этого протестного движения в Ливии, там возникло какое-то, прошло такое сообщение о том, что они собираются создать Исламский Эмират Бенгази. То есть это не на пустом месте, конечно, были люди, которые эту идею раскручивали, поддерживали и пытались воплотить, но потом они от этого отошли, видимо, соотнеся себя с опытом Египта. Что касается Конституционной партии, Конституционного союза, то ясно, что он, то есть, конечно, из-за ее названия этого не следует, но это промонархическая организация, которая пытается восстановить или будет пытаться восстановить династию Идрисидов на престоле, которая была свернута в 1969 году полковником Каддафи. Вот и все, о чем можно говорить о таких вот оппозиционных движениях, но надо сказать, что все они, я думаю, организационные, не очень хорошо оформлены, у них нет программ в том плане, в котором мы это понимаем. Наверняка они вели деятельность среди диаспоры, возможно, они пытались как-то проникнуть и на территорию Ливии, но это было достаточно опасно для них, потому что системы Льковата Лямнии, что называется, службы безопасности, они работали там достаточно хорошо и могли отслеживать и отлавливать таких людей. А сейчас, вот когда возникла такая обстановка всеобщего замешательства, нельзя исключать, что эти группы с помощью западноевропейских правителей, правительств, ну, наверное, стали каким-то образом проникать туда, на побережье Средиземноморской, потому что явно что-то есть, потому что вот сама эта масса людей, ну, не могла вот так вот быстро сорганизоваться. Если там появятся представители всех этих групп и начнут работать, то поле выборов для народа будет очень широкое, понимаете? Там будет очень большая турбулентность, вот, внутриполитическая, если Каддафи уйдет, причем вот так вот уйдет сразу, и что там может быть, там огромное количество вариантов, предсказать которые невозможно. Какие-то блоки будут, какие-то союзы, они будут распадаться наверняка, все будет иметь очень подвижный характер, и чем все это кончится, непонятно. Тем более, что у людей, у населения абсолютно нет никакой привычки к демократическим нормам управления, понимаете? И это всегда вызывает анархию, прежде всего, когда отпускаются все скрепы, начинаются валы махновщины, условно говоря. Продолжение следует... Продолжение следует...